Привет, дорогие друзья, дорогие зрители, ну и чудо-комментаторы тоже здравствуйте! Поговорим сегодня о канале Семья Колесникова. Ребят, посмотрела несколько видосов, это вообще-то что-то! Мало того, что родители, да, вот такие амебы, просто амебы, которые плывут по течению, пилят вот эти стандартные, типичные три видосика в день, какой-то периодически загоняют рышничок, но чтобы просто не затух канал, да, хоть как-то удерживать его на плаву. При 10-12 тысячах просмотров они имеют 15-20 комментариев, ну то есть тухляк. И то же самое, себе подобие, они пытаются себе подобных вырастить собственных детей. Ребята, они пытаются вырастить просто рабов. Дети без здоровых, здравых, да, каких-то амбиций, желаний, планов на будущее. Это шок! Для меня это шок! Максим, мальчик, которому 16 лет, который должен только и жить своими мечтами, да, ну вот старт в жизни начинается. Вспомните себя в 16, посмотрите на своих детей. У меня дочки 13, и у нее уже здравые амбиции, планы на будущее, кем она хочет стать, какой она видит свою семью, карьеру, свое будущее, вот это все. И у любого подростка это уже в голове. Здесь ребенок просто, ну, плывущий по течению. Я не хочу оскорбить, я не хочу, вот стараюсь подбирать слова, да, как-то вот лояльнее озвучить эту мысль. Ребята, это жутко. Я думала, что больше одно, чем уже пробил колесник, пробивать некуда. Но там действительно руководствуясь логикой Леши, да, что дети должны повиноваться. Вот эта фраза повиновения, это фраза психически больного человека. Дети никому ничего не должны. Нужно, чтобы ребенок был здоров и психически, и физически, да, чтобы это рос полноценный человек, полноценную ячейку общества в будущем создал. А здесь повиновение. Для меня в 21 веке это зашквар. Какое повиновение? Дети, нельзя обламывать им, да, вот эти растущие крылышки. Наоборот, нужно поддерживать, чтобы ребенок рос, рос, да, во всех направлениях, не только физически, но как-то развивался, к чему-то стремился. А здесь, Максим, кем ты хочешь быть? Я не знаю. Ребята, простите, но как можно не знать в 16 лет? У Насти, Настя, кем ты хочешь быть? Магазином. Никита, кем ты хочешь быть? Я не знаю. Никит, ну ты при этом не становись художником. Они рисуют свои картины, молюют, и не могут на них заработать. Вот уже папа-бапц и обломал крылья. Ребенок хорошо рисует, да поддержи, объясни, что можно быть, да, дизайнером. Можно разрабатывать какие-то аниме, в анимацию удариться, во что угодно. Поддержи стремление ребенка. Нет, Леша вот так встал, обломал ему крылья и рассказал, что вот ты подумай, посмотри на меня. Я вот и маляром поработал, и таксистом поработал, а теперь вот я пилю видосы на YouTube. Леша, это единственное, на что ты способен пилить видосы на YouTube. Твой канал – это полный тухляк. Вот он тухлый. Должны быть свободны. И морально, внутренне в том числе. Дети не должны бояться родителей. Дети должны понимать, да, что это мамочка любимая, папочка любимая. Это друзья, это люди, к кому можно прийти поделиться своими радостями, своей болью. Но вот так, в моем понимании, должны строиться отношения в семье. Да, я согласна за то, что детей нельзя заставлять. Но детям нужно объяснять. И опять-таки, понятно, что дети ни к чему не стремятся. Они видят папу, амебу, пилящего видосы. Ну, а за свету это я вообще молчу. Вот они видят рабыню Эзауру, да, которая там посуду моет. Вот не спешайте, пирожочки лепит. Огородик вот этот контент пилит. Это вообще, ребята, сильно, я повторюсь, такое ощущение, что она там гектары штампует. Вот реально гектары огорода обрабатывает. И на этом держится контент. Но это смешно. Люди этот огородик за два дня высаживают и просто о нем забывают. Но только не свет, а там держится на этом контент. И вот дети видят вот такую вот жизнь, да. И поэтому к чему они могут стремиться? Да ни к чему. Вот у них вот это в голове отложено стереотип семьи, идеал семьи, что вот так должно быть. Вы знаете, я в шоке, когда Максим сказал, что он мне сдал, вернее, экзамены на двойки по русскому языку и математике. Но при этом Леша сказал, Максим соврал. Ну, то есть смешал, да, сына с ГЭП и сказал, что экзамены он сдал. Я не верю, Леша. Я реально не верю. Почему? Потому что понятно, что он эти все видео в любом случае проверяет, которые сливаются в YouTube. И он это видел. Видимо, словил много негативных комментариев, дизлайков. И поэтому решил переобуться и рассказать о том, что Максим их все-таки сдал. Он просто обманул. Ну, а комментарии в поддержку, да, от Максюта Чернушки, это вообще зашквар. Максим, я никогда не видел руководителей отличников. Так что успокойся, все хорошо, Максюта. А забыли руководители перед тобой отчитаться, как они учились. А теперь здраво мне скажите, кто видел руководителя двоечника. Кто видел руководителя, который получил двойку по экзамену по русскому языку или по математике? Таких руководителей нет. Никто не возьмет, да, некомпетентного руководителя двоечника. Руководитель – это высшая планка. Это говорит о чем? О том, что человек может руководить, и он специалист в своей отрасли, да, в своем направлении. Но Максюта Чернов, как всегда, решил Леше подлезать и поддержать вот этот трешняк. Опять-таки в том, что дети сдали экзамены на двойке, Максим, виноват Леша. И только Леша со Светой, потому что они знали, что у ребенка есть эти проблемы. И я против того, повторюсь, чтобы детей заставлять. Но детям нужно объяснить, что для них это важно, что это их будущее, и оно стартует сегодня это будущее. И детям нужно, да, ребенка поддержать. Не получается, наймите репетиторов, сидите сами занимайтесь, помогайте, поддерживайте. А не так, ну что я могу сделать? Вот я после девятого класса сам пошел зарабатывать, и ок, Леша, что ты зарабатываешь? Ты ничего не зарабатываешь. Ты в каждом видео ноешь, что вам нужно платить ипотеку. Прости, твоя жена туфли выбирает, наверное, до сих пор, когда уже люди босоножки покупают. А она еще туфли не купила. Она до сих пор ходит с кулечком, и у тебя нет, я не знаю, там 30-40 долларов купить жене сумку. Ну просто хотя бы не позориться на камеру, коль вы делаете контент. Твоя жена ходит вечно с пустым кошельком. Твоя жена вечно бегает, да, и ищет самую дешевую акцию. Поэтому кому ты рассказываешь о том, что ты с девятого класса зарабатываешь? Когда мужик зарабатывает и умеет этого делать, его жена не бегает, да, с кулечком в руках. Она ходит с сумкой. И она ходит в туфлях за 30-40 долларов хотя бы. А не там босиком, да, и при этом вот бегать по магазинам до сих пор их ищет. Что ты можешь? Ты не можешь ничего. И когда твои дети, твои сыновья вот это видят, они копируют твою модель поведения. Зачем, да, вот что-то делать, если можно жить вот так? Дети не понимают, что такое жить хорошо. И дети не понимают, как нужно хорошо жить. И что для этого нужно стремиться и работать. Они видят перед собой папу трудня и амебу маму, и все у них хорошо. И когда ты кричишь, что ты зарабатывал, нет, ты не зарабатывал. Я в это просто никогда не поверю. Ты зарабатываешь только на ютубе. И опять-таки вот эти постоянные данные тьё и акцент на том, что у нас ипотека, у нас кредиты, у нас долги. И прости, но это ты принял это решение. Чё ты теперь, да, жалуешься? Чё ты теперь сопли жуёшь? Ты повесил на себя этот балласт. И не только на себя, ты его повесил на своих детей, на свою семью. Потому что дети недополучают этих денег. И твоя жена недополучает этих денег. А теперь, да, вот сидеть и рассуждать о том, что мы будем капитально всё делать тогда, когда мы выплатим ипотеку. А когда вы её выплатите? Если ты сидишь на опе ровно. Да, Лёша сейчас начал рассказывать, что он там ездит на газели на какие-то подработки. Ребят, ну это ни о чём. Но это понятно, что это бред сумасшедшего, потому что это Лёша в каждом видео. Хочу обратить внимание, появился у него такой обожатель. Я не удивлюсь, если это Максюта Чернов. Аккаунт Skinhead. Вот его комментарий меня просто улыбнул на стриме. Моё уважение отцу продолжителю рода славянского. Какое уважение, товарищ? Уважение может заслуживать тот человек, который содержит и обеспечивает собственную семью. А не так, как это делает Лёша. Только благодаря Ютубу. Я не представляю, как жили бы эти дети и эта семья, если бы не было реально Ютуба. И что бы Лёша смог? Без Ютуба, без дохода с Ютуба. Ничего. Поэтому какое уважение? Уважение заслуживает тот отец, который не просто рожает детей, но при этом их обеспечивает, поднимает на ноги и даёт дорогу в жизнь. И поддерживает, как настоящий отец должен поддержать своего сына. А здесь, ну, Максим ни к чему не стремится. Ну, а что, Лёша, напрягаться? Пойдёт работать, и всё будет хорошо. Какая карьера? Какое будущее? Какое образование? О чём? Это никому не надо. Лёша сказал, что к чему-то должен ученик стремиться. А ты, Лёша, к чему стремишься? Ни к чему. Вот так же и твой сын ни к чему не стремится. Он копирует тебя. Задумайся об этом. Пожалей детей и их будущее. Ну, ребят, прощаюсь. Пока.